Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 мая и вот вчера я выложила видео про то, что у меня появилась белокрылка. Конечно, как всегда, очень-очень много советов поступило от зрителей. Я всем благодарна за такие, где еще можно найти в одном месте столько разнообразных вот таких советов по уничтожению белокрылки. Конечно, только здесь. Я все, подошла к этому очень внимательно, прочитала все-все-все советы, которые отмечены сердечком у меня сообщения, те, значит, прочитаны. Составила план борьбы. Оказалось, что я и нашла очаг заражения, откуда взялась, все нашла. Я сняла несколько маленьких видео, где я показываю, как я обрабатываю, как я... И вот этот случай будет тоже показательным, потому что, смотрите, все очень-очень разные советы. Кто-то советует применить одно, кто-то другое. Вот по комментариям зрителей я поняла, что Тепеки очень хорошее средство, но у нас, к сожалению, у нас его даже нет в продаже. И еще в чем здесь проблема, что у людей, даже вот у меня, в конкретном случае в моем, разная степень численности вот этих белокрылок. Вот эта теплица придомовая, где вот этот оранжевый гномик, от которого все заразилось, тут много у меня ее. Я решила, что я разделю весь огород по секторам, где больше ее буду обрабатывать химическими препаратами, где ее мало буду жечь. Очень много советов жечь фумигаторы, вот эти включать, которые от комаров, от мух. Слышу это вообще впервые в жизни и нигде не читала ни в каких статьях. Но так как многие люди об этом говорят, значит, это действительно действует. Я сейчас проверю на себе. И вот, значит, в сильно заселенной теплице буду, сегодня уже обработала, а не буду обрабатывать, я уже все это сняла. Обработаю акторой сначала. Там, где не сильно заражена, повешаю ловушки желтые, все это купила. И буду фумигаторы на ночь включать, завешиваю двери нетканкой. Там мне посоветовали москитную сетку, но я посмотрела, нетканный материал это то же самое, что москитная сетка. Буду закрывать на день, чтобы с других районов, более заселенных где. И, короче, я все разбила на разные сектора, где много их буду круто, так жестко, где немного будет вот так вот более лояльно. И я буду наблюдать, все-таки можно или нет победить вот эту белокрылку. Все советы, все-все я прочитала, все абсолютно. Какие-то я вот и купила этот бисектоцелин, но в придомовой теплице не стала сразу им пользоваться, потому что он менее токсичен, чем актора. И я прочитала, что нужно 6 обработок, но значит он сразу не убивает все. И вы представьте, пока я 6 обработок в течение месяца, полтора месяца буду делать, конечно она расплодится. Я не знаю, правильно я действую или нет, но я так решила для себя. Первый удар будет жесткий, химический, вот по тому месту, где много белокрылки. Потом уже я буду вот этими биопрепаратами, возможно, те, которые будут выводиться, следующие яйца, их уже будет взрослых же особей не будет. Значит, яйца новые не будут пребывать, как я думаю. И я буду уже потом, можно вот этим бисектоцелином, ну не могу я его выговорить, короче. Сейчас я покажу вам вот эти маленькие, коротенькие видео о том, как я все это делала. И потом, конечно, будет какое-то финальное видео, примерно через 2 недели или через месяц, где я вам скажу, скажу по-честному, умерла или не умерла, какая обработка помогла, какая не помогла, потому что некоторые пишут, что и желтые ленты не стоит вешать, и чесночное опрыскивание не стоит делать. Все это я попробую, потому что у меня как раз такой прекрасный случай, когда есть теплица малозараженная, где прям единичные случаи, сильно зараженная, где они летают прям видимые бабочки, я сейчас вам покажу это все, и где совсем нету. Вот все 3 разных случая, применю все 3 разных метода борьбы. И смотрите, что получилось с теплицы. Там, где у меня началась эта зараза, придомовая теплица, там, где стоит этот перчик оранжевый гном, с чего все началось, там, конечно, их много. Но первую теплицу для раннего урожая, которую я высадила до того, как я вынесла оранжевого гнома этого в теплицу, там у меня вообще, она, можно сказать, чистая от этих, от белокрылок, потому что там они не успели. А вот вторая теплица, которая на горе, которую я высадила позже, там уже немножко, я сегодня подвязывала томаты, там 1-2 пролетают белокрылки, значит, они уже к этому времени, пока я там высаживала, с этого с оранжевого гнома расползлись у меня на рассаду на томаты, и понемножку разошлись. И это счастье мое, что я так рано заметила, если бы я не заметила, они бы могли вообще все 3-4 теплицы заселить, белокрылкой, как они бы там размножились, я бы не знаю, как тогда обрабатывала, но все, я не буду ваше время долго терять, я сейчас буду, покажу вам, как я все это делала. Вот сейчас уже прошли ровно сутки, как я знаю, что у меня поселилась в теплице белокрылка, я уже полностью готова к борьбе, все купила я в магазине, съездила вчера в садовый, все комментарии, которые я читала, кто как боролся, я буду, наверное, применять все по очереди, план уже я разработала, я вот купила и ловушки, для тех мест, где не очень там много, 1-2 повешу, все-таки и битоксибацелин купила, и искру, и актару, и что самое главное, я нашла виновника вот этого моего торжества, я все ломала голову, откуда же взялась белокрылка, если ее не было никогда, ни разу в жизни в теплице, оказалось, что виновник моего торжества, вот этот вот перчик, оранжевый, оранжевый гномик, который вы видели зимой во время моих видеосъемок, я его в прошлом году оставила на зиму, и всю зиму он у меня был как горшечная культура, вот он, видите, некоторый уже даже поспел, и на этом как раз, вот это не она, и на этом как раз перчики, вот она, вот она, вот смотрите, вот она белая, белокрылочка сидит, вот, пошла-пошла туда, и на этом как раз перчики, он и оказался у меня очаг заражения, он выращивался всю зиму как горшечная культура, ничем я его не обрабатывала, я даже упустила, я даже не подумала, что там может появиться белокрылка, кто не видел белокрылку, смотрите, вот они, видите белые, у меня они прям крошечные, еле видимые эти бабочки, они даже на мотыльков не похожи, вот так выглядят белокрылка, вчера я все проанализировала, посмотрела, и оказалось, что вот этот как раз оранжевый гномик, он в течение зимы, на нем появилась белокрылка, а я, пожалев вот это растение бедненькое, такое же оно всю зиму моталось там по подоконникам, я вынесла его в теплицу, чтобы ему было получше, вот они белокрылки, видите, и эти белокрылки, которые жили на этом перчике, они приспокойненько распространились по всей теплице, и дело в том, что их и не видно же было, они же сидят на той стороне, на тыль, а вот они, ага, они сидят на нижней стороне листиков, здравствуй, белокрылка, вот она ты, ну и все, мне самое главное, я нашла очаг, значит его нужно тоже очень-очень сильно хорошо обработать, я его после обработки, может быть, даже пакет на него одену, и землю придется у него поливать, окторой, у меня, понимаете, у меня остальные-то еще не высажены, они в садовых, ну в стаканчиках, вот в таких вот, вот, и бедный вот этот вот перец-колокольчик, который рядом стоял с этим перчиком, он хороший, прекрасный, и на него тоже переползла белокрылка, мне придется делать сплошную обработку, я сейчас расскажу, что я как буду делать, кое-что, может быть, даже покажу, и вот для тех, кто ни разу не видел белокрылку, для начинающих, я вот тоже в этом смысле начинающий, я могу вам сказать, вот, смотрите, стоит прекрасное растение, вот перец-колокольчик, если бы я его не потрогала руками, не пошерстила, я бы так и не узнала, что там белокрылка, она находится, видите, вот белое пятнышко, она находится с нижней стороны листа, и поэтому я всем советую, раз я сама попала в такую неприятную ситуацию, чтобы потом не тратиться на все эти средства защиты, и, конечно, это же и немножко как бы неприятно, расстраиваешься, и по времени трудозатратно, мне сейчас надо высаживать, высадкой заниматься, а я всталась по заранку, вместо того, чтобы чем-то заниматься, пойду бороться с белокрылкой, я всем начинающим советую, немножко вот так вот, если вам некогда смотреть, вот нижнюю сторону листа, как я вот сейчас уже слушаю, что осматривайте нижнюю сторону листа, если посадок много, никак ты ее не осмотришь, ну хотя бы вот так вот руками шевелите, она обязательно взлетит, и это будет первый звоночек, что у вас завелась белокрылка. Для того, чтобы понять, все ли теплицы мне обрабатывать, и как далеко у меня распространилась белокрылка, я еще вчера говорила, что я буду проверять все-все, растения, и вот этот совет, который я сейчас только что давала, что надо потрясти их, я вчера ходила и проверяла, вот все свои томаты, прям вот так руками все трясла, ничего здесь у меня не полетело, и я предполагаю, что в эту теплицу белокрылка не добралась, поэтому агрессивной, такой интенсивной обработки здесь не будет, здесь я просто повешу несколько вот этих желтых клеевых ловушек, на тот случай, в крайнем случае, вдруг, если какая-нибудь мушка одна или другая заведется, может быть, я не заметила или нашла, но здесь обработки не будет, будет только после того, как я увижу взрослую особь, в крайнем случае, если. Пока вот у меня сложилась ситуация так, придомовая теплица, где оранжевый гномик, зараженный объект стоит, будет обработка полностью, сплошная, инсектицидом, окторой, или чем-нибудь под видком андора, потом, после этого, я буду уже биопрепаратами, вот этим бицидоксилином, обрабатывать, а в этих, вот я еще один комментарий прочитала, говорят, очень хорошо помогает, вот эти фумигаторы включать, там раз в несколько дней, так как у нас здесь электричество подведено, я буду с целью профилактики, несколько раз, включать здесь фумигаторы, на крайний случай, если все-таки вдруг здесь будет, есть в наличии хоть несколько штук белокрылки, то она погибнет, и еще посоветовали повесить москитные сетки на двери, чтобы, раз уж у меня такая угроза, опасность, что белокрылка может залететь, вот с той зараженной теплицы, ну вот там, короче, будет так, там буду конкретно ее уничтожать, обработкой, все, потом включать фумигаторы, здесь буду, обработок таких не будет химическими препаратами, здесь будут ловушки, и буду включать несколько раз фумигаторы, потому что степень заражения везде разная, здесь, возможно, вообще ничего нет, и поэтому не стоит обрабатывать мне весь огород, я так решила, ну вот и тут советовали мне препарат Тепика, который достаточно одной обработки, все будет хорошо, я как и думала, в нашем магазине этого препарата нет, и продавцы даже не слышали названия этого препарата, ну вот я говорю, мы в такой глуши живем, что до нас доезжают не все продукты, у нас снабжение не такое, как в центре России, и иногда мне советуют, что-то купите это или это, а у нас в магазинах даже про это вообще никто ничего не слышал, все, вот сегодня буду приступать к борьбе, надеюсь, победим пока, ну оранжевый гномик, ну он мне услугу медвежью, пожалела его осенью, занесла, а он вот что, расплодил мне белокрылку, первый раз в жизни, и вообще у меня цветов на подоконниках давно уже нет, было раньше и фиалки различные, я их понемножку раздарила, потому что занимаюсь рассадой, и подоконники всегда заняты, вот единственное, вот эти горшечные оставила я перцы нынче, и то поплатилась за свою доброту, гномик нарожал мне белокрылок, ладно, надеюсь, что все обойдется. Для той теплицы, где у меня вот этот оранжевый гномик, где очаг заражения, я выбрала, конечно, самый-самый такой инсектицид, с мгновенным действием, с длительным действием, потому что здесь биопрепаратами бесполезно работать, тут прям есть взрослые, и я, что самое сложное, я когда разводила Актору, у нее в инструкции, в расширенной, для каждого овоща своя дозировка, то есть для огурцов нужна большая концентрация, для томатов при опрыскивании меньшая концентрация, вот это сложнее всего. Я вот так потрогала, вроде и белокрылки-то здесь нет, но так как тут стоят и перцы, на которых есть белокрылка, мне придется делать сплошное. Опрыскивание. И хорошо, что сегодня выдался такой день пасмурный, дождливый. Я вот, мне придется всю-всю-всю эту вот теплицу, тут у меня и петунии, и перцы, которые я от мороза храню, и остатки томатов, буду обработывать все сплошным. А виновника торжества всего этого оранжевого гномика я прям смочу всего полностью и сверху еще накрою вот таким пакетом. И сверху еще накрою вот таким пакетом, чтобы они там как можно дольше не просыхали, эти листики, и чтобы вся белокрылка там погибла. Вот этот у нас очаг заражения, надо тщательно-тщательно обработать его.